Нечистая сила в восточнославянской мифологии. Кто такие злыдни и на что они способны? Восточнославянская мифология представляет нам злыдни как вражденных людям демонических существ. В современном украинском языке термин «злыдень» упоминается в тех случаях, когда речь идет о бедности и нищете. В украинских и белорусских поверьях злыдень считается духом бедности. Легенда связывает их появление с тем моментом, когда змея наносит черту укус за шею. После этого сатана бросает их обоих в кипящую смолу, потом достает из котла змею и превращает ее в злыдня. Многие простолюдины считают, что злыдни представляют собой маленьких существ, чем-то напоминающих домовых, которые также живут за печкой. При этом они большей частью невидимы человеческому глазу. И если уж поселились в доме, то приносят его обитателям множество несчастья и неприятностей. Возможно, именно от этих поверьей и произошли известные украинские и белорусские поговорки, в контексте которых упоминаются злыдни. Среди них такие. «Бодай вас злыдни побылы». Иными словами, своего рода проклятие, пожелание кому-то бедности, горя и несчастья. «Йды до злыднив, иди к черту». «Просылайся злыдни в гости на три дни, ай у тройроки не выживешь». Выжить злыдни из хаты практически невозможно. Если уже они обосновались в доме, даже в самом богатом и зажиточном, то непременно сделают так, что все нажитое исчезнет, а в доме поселится нищета. Русская поговорка «беда не приходит одна» тоже подразумевает злыдний, поскольку произошла эта поговорка от поверья о том, что злыдни селятся в избе за печкой целыми группами по 12 существ в одной избе. В фольклорных источниках белорусского происхождения также упоминается, что злыдни часто селились в домах, жители которых мечтали о том, чтобы быстро разбогатеть. Поселившись за печью, они всячески препятствовали мечтам обитателей дома, вредили во всем. Домочадцы часто болели, огород переставал плодоносить и давать урожай. В каких образах представляются злыдни людям? Как уже упоминалось выше, некоторые простолюдины представляют злыдни невидимыми маленькими домовичками. В отдельных славянских местностях считалось, что злыдни напоминают худых животных с облезшей шерстью, также обитающих за печкой. Некоторые утверждали, что злыдни напоминают горбатых котов или собак, одетых в высокие сапоги и шапку-ушанку. Живут они за печкой, а когда вылазят, то мгновение устраивают в доме беспорядок и учиняют разного рода вредительства. Древние белорусы представляли злыдни по-своему. Они считали, что злыдня предстает в образе невидимой, обезображенной женщины, не имеющей ни глаз, ни языка, ни ушей, и что она перевоплотилась в этот образ и змеи, что в принципе совпадает с данными из мифологических источников. В некоторых губерниях по источникам XIX века злыдни представляли в образе призраков нищих стариков, которые все так же селились за печкой и несли в дом нищету и беды. Поляки имели свое представление о злыднях. Они считали, что злыдни – это голуби, обитающие за печкой, которые, поселившись в избе, постоянно повторяли «Я ваша беда». Именно в образе голубей злыдни рисовали и в польских народных сказках. В русском фольклоре упоминания о злыднях относят к концу XVI – началу XVII веков, когда на основе народных поверьей была сложена сказка «Повесть о горе-злосчастье». Позднее образ злыдни представал в русских сказках под такими именами, как «Недоля», «Плохая доля», «Горе», «Беда». Любопытные факты о злыднях. Зачастую злыдни не живут поодиночке, а собираются в группы по 12 существ и селятся в одну избу. Хозяевам такого жилища уже не светит обрести достаток и благосостояние. Интересно, что злыднями в качестве синонима называют нищих, бедствующих людей, которые не в состоянии выполнять какую-либо работу. Сами злыдни тоже живут очень плохо, равно как и их постоянные спутники – одноглазая лиха и слепая журба. В народе существует поверье, что если хозяева захотят покинуть дом, в котором живут злыдни, и поменять место жительства, то хитрые злыдни могут спрятаться в веники или жерновах, чтобы переехать в новый дом вместе со всеми. Чтобы избавиться от злыдней, нужно, проезжая через мост, выбросить все веники и жернова в воду, чтобы злыдни утонули. Но поверье гласит также и о том, что в таком случае в водоеме погибнут все населяющие его живые существа. Как можно избавиться от злыдня? Злыдня, как и любую другую нечисть, можно уничтожить при помощи осинового кола, а потом выбросить в болото. Но если кто-то решится оказать помощь и вытащить кол, то злыдень оживет, а сделавший добрый поступок, обретет в награду от злыдня его постоянное присутствие в доме и бедность. Так же злыдня, как и нитолию из русского фольклора, можно хитростью заманить в мешок, связать и выбросить в трясину. Еще одно поверье гласит, что можно изловчиться и закопать злыдня, или связать его, заманить под камень и оставить на дороге. На горе тому, кто решится освободить злыдня. С тех пор он поселится в его жилище и будет причинять вред. Чтобы защитить свое жилище от злыдней, во время уборки ни в коем случае нельзя мести ссор по направлению от порога. Следует запомнить, что подметать нужно всегда к порогу, чтобы вымести мусор из избы.